Как сообщают из штаба ополчения ЛНР, Лисичанск на грани гуманитарной катастрофы. Нет света, водоснабжения, газа и еды. Сегодня город подвергся обстрелу украинских карателей из установок Град. Фашисты стреляют по центру. Много мирных жителей осталось в городе. У всех паника, гуманитарного коридора нет. Оставшиеся отряды ополчения и другие силы казаков продолжают оборону города. По словам ополченцев, вчера в ходе боев был ликвидирован полковник Нацгвардии Александр Радиевский, а его заместитель был взят ополченцами в плен. По информации от местных жителей, в Мариуполе, в 11 по Москве, в районе площади Кирова, боевики Нацгвардии остановили маршрутное такси и вывели всех молодых парней и загрузили их в КРАЗы, затем увезли в сторону железнодорожного вокзала. Подробности уточняются. Имеется фото подтверждение. Началась операция по ликвидации группы Нацгвардии под поселком Георгиевка Луганской Народной Республики. Конечной целью планируют сделать разгром всей группировки, прорвавшейся между Александровском и Славяно-Сербском. Луганск сейчас полностью под контролем ополчения. Работают диверсионные группы. По городу много побитых и брошенных машин. Сейчас ополченцы начали артобстрел с Гаубиц и Установоград, района аэропорта и Георгиевки, где дислоцируются украинские каратели. С 21 июля в рубежном Луганской Народной Республике базируются два карательных батальона «Айдар» и «Донбасс». Всемирные жители, которые участвовали в референдуме или хоть как-то связаны сополченцами, подвергаются арестам. Фашистами было арестовано уже более 10 мирных жителей. Они вламываются в дома и увозят людей в неизвестном направлении. Также на Киев из города силовики этих батальонов фурами вывозят зерно.